Вы смотрите новости, мы продолжаем. В Алматы орудует группа так называемых черных риэлторов. Одни и те же лица путем мошеннических схем присваивают себе наследственные квартиры. На подобную уловку уже попались несколько алматинцев. Об этом корреспондентам нашей редакции рассказала юрист Айгерим Тухмулдинова. Сколько человек пострадало от рук злоумышленников и как проходит расследование по этому делу, узнавал Дамиранитов. Алматинка Татьяна Пирстова рассказывает, после смерти ее тестя внезапно объявился неизвестный наследник и через якобы подставного нотариуса оформил квартиру, которую, к слову, покойно завещал своей внучке Ольге, дочери самой Татьяны. Завещание действительно существует просто в природе. Но, во-первых, завещатель, дед сам не подписывал его. Оно подписано какими-то посторонними лицами, какими-то представителями. И оно нигде не зарегистрировано. Оно нигде не зарегистрировано, ни в каких журналах не записано. Документы они подделали. А лженаследник не тот, за кого себя выдает, возмущена Татьяна. Женщина уверяет, у нее на руках есть якобы настоящее завещание, составленное покойным еще в 2000 году. Из принадлежащего мне имущества, квартиры, автомашины, фирма «Байзак», земельный участок 0,33 гектара и все завещаю моей внучке Фирстовой Ольге Андреевне. Это та самая квартира раздора, из-за которой уже долгие годы идут разбирательства. Интересный факт, по словам Татьяны, якобы фиктивный наследник перепродал эту квартиру уже через пять дней после вступления в законные права. Это подтверждают и бумаги, предоставленные юристам. Всего за 8-9 месяцев квартиру перепродали три раза. Татьяна Фирстова считает это подозрительным. Здесь живет молодой человек, хороший, спокойный. Сейчас? Да. А как его зовут? Миша. Миша тут уже не живет? Миша уже продал эту квартиру? Миша вот только вчера был. Это который ремонт делал? Да. Ну тогда непонятно, она перепродана. Миша уже официально продал эту квартиру. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. В полиции факт подтвердили и завели уголовное дело по статье «подделка изготовления или сбыт поддельных документов». Данный факт зарегистрирован в едином респе досудебного расследования по статье 385 ч.1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение принципов полноты всесторонности и объективности, а также установление обстоятельств данного дела. К слову, аналогичных фактов немало. С подобными жалобами люди не раз обращались и к юристу Айгер Мтохмулдиновой. По ее словам, почерк у злоумышленников один и тот же. Я считаю, что это действительно одно и то же УПГ, поскольку ко мне обратились не только Фирстова, а ко мне обратилась еще одна женщина. И по данному делу фигурируют практически одни и те же фамилии. Лица, на которых оформлялась квартира, нотариус один и тот же и другие фигуранты дела, по которым я не могу сейчас назвать эти фамилии. Выяснить точно, сколько именно людей пострадало от рук черных риэлторов, пока не удалось. Как бы то ни было, специалисты призывают быть бдительными и тщательно изучать договор, прежде чем его подписывать. Дамир Анитов, Сангалим Угадьпасов, телеканал Алматы.